МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В продаже компактного седана бьют рекорды. Конкуренты беспомощно разводят руками. За день на дорогах встречается несколько десятков солярисов. Неужели машина настолько народная? Разбираем по полочкам новый бестселлер от Хюмды. Впереди изящные изогнутые противотуманки прячутся мощные ниши скулы бампера, придающие серьезности экстерьеру. Стильная оптика хорошо освещает дорогу в темное время суток. Те же, кому недостаточные иллюминации, могут дополнить ее повторителями указателей поворотов на боковых зеркалах. Ребра жесткости на капоте и четко выраженная боковая линия, проходящая по всей длине кузова от переднего бампера до заднего номерного знака, подчеркивают динамику автомобиля. Этому же способствует и аэродинамический сгиб багажника. Подоконная линия взмывает вверх, линия крыши плавно идет вниз. Переходя в небольшой хвостик багажника. Правда, ради силуэта пришлось пожертвовать воздухом над головами задних пассажиров. Но это того стоило. Автомобиль получился ярким и динамичным. И уж точно не выглядит дешево. Правильно, потенциальный покупатель бюджетного седана и так вынужден экономить и во многом себе отказывать. Он дает дилеру, если не последнее, то предпоследнее. Зачем ему знать, что на его машине экономили? Все привыкли к тому, что чем дешевле автомобиль, тем больше в компании экономят на его дизайне. И из-за этого бюджетные автомобили выглядят серо и неприметно по сравнению с более дорогими собратьями. Дизайнеры Hyundai попытались сломать этот стереотип, наделив Solaris современным обликом. Обаяние Solaris таково, что некоторых вещей не замечаешь. Например, не сразу понимаешь, что разработчики сэкономили на внутренних дверных ручках. Вместо них прорези в подлокотниках. Пластик передней панели жесткий, но благодаря подобранной фактуре выглядит дорого. Правда, слишком блестит на солнце. Ткань на креслах плотная, а волнистые вставки на сидениях и внутренней части дверей вдобавок хорошо смотрятся. Профиль водительского кресла неплохой. Даже в базовой версии есть лифт в подушке. Отсутствие регулировки поясничного подпора не так критично. Не критично и то, что руль настраивается только по высоте. Рулевая колонка и так придвинута к водителю. Хотя, наверное, критично. К эргономике водительского места претензий нет. За рулем седана легко может разместиться человек практически любого роста и комплекции. При собственном росте почти в метр восемьдесят я разместилась без труда. Места над головой хватает. Профиль сидения вполне удобный. Кресло можно регулировать не только в продольном направлении, но и по высоте. При этом такая регулировка присутствует в любой комплектации Соляриса. В отличие от конкурентов, например, у пола седан, такая функция доступна только в топовой версии. Кресло обшит и приятной тканью, а рули-подлокотник мягкой кожей. Посадка в небольшом сведоседании довольно комфортная. Окружающая обстановка на водителя морально не давит. Но на заднем диване взрослому человеку сидится, конечно, нормально. Однако на избыток места рассчитывать не приходится. А коленям, пожалуй, тесновато. Меня же в основном волновало, будет ли из-за скошенной задней части кузова а голова упираться в крышу. С этим, конечно, проблем не возникло, но вот шляпу уже не оденешь. И все-таки и выражение третьей лишней – это как раз про задние сидения Соляриса. Их профиль размечен строго под двух человек. Запас для коленей есть, спинки с оптимальным уклоном наклона не дают устать спине. К сожалению, каплевидная форма крыши съедает практически все пространство над головой. Люди ростом выше 186 будут упираться головой в потолок. «Светить всегда, светить везде» – вот девиз Hyundai Solaris. Ближний свет у седана горит постоянно, и только в среднем положении переключателя зажигаются габариты. Впрочем, у заглушенного автомобиля фары вообще не горят. Чтобы оставить габариты, нужно пойти на маленькую хитрость, открыть водительскую дверь и поставить переключатель в фар в среднее положение. За управление погодой в салоне отвечает климатическая установка, которая имеет собственный компьютер с удобными регуляторами ПБК. На нем выводится интенсивность обдува, устанавливается режим подачи воздуха в салон и температура. Штатная аудиосистема звучит приятно, оборудованная разъемом USB и читает практически все форматы. Открываешь крышку багажника и натыкаешься на удивительную и неожиданно глубокую пещеру. Хотя по паспортным данным, объем багажного отделения не такой уж и большой, да и массивные петли крышки отнимают место. Раздельная спинка есть, начиная с комплектации Optima, но улаз для длинномеров узковат. Крышка багажника отпирается из салона или с помощью кнопки над номерным знаком. А на внутренней ее части есть ручка. Жаль загружать вещи. В 465-литровый багажник не всегда удобно. Виной тому узкий проем. Помните, как в рекламном ролике про свежий хэтчбек Solaris? Именно за пятую заднюю дверь молодая пара выбирает хэтч, а не седан. Что-то в этом действительно есть. Но пора проверить его на деле. В топовой комплектации Solaris оснащается двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 123 лошадиных силы, механической или автоматической трансмиссией на выбор и рядом других опций, которые делают использование автомобиля максимально комфортным и безопасным. В комплектации Family покупатели получат автомобиль с шестью подушками безопасности, антиблокировочной системой тормозов АБС, электронной системой распределения тормозных усилий, электронной системой стабилизации, антиблокировочной системой, также предупреждение водителей сзади при экстренном торможении, системой доступа в салон без ключа и кнопкой запуска двигателя, ну а также климат-контролем, Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкой связи hands-free и многими другими полезными опциями. Возможности моторов Соляриса – то, что сразу выделяет автомобиль из сегмента бюджетных моделей. Его динамики вполне хватает, чтобы резво носиться по магистралям страны. С двигателем 1,4 литра и механической коробкой передач он разгоняется до сотни за 11,5 секунд, с двигателем 1,6 литра за 10,2 секунды. Однако по ощущениям машина рвет вперед гораздо быстрее. Прозрачная работа сцеплений и довольно четкий механизм переключения передач на механики позволяет не только быстро освоиться с автомобилем, но и уверенно контролировать его на дороге. Автомат традиционно медлительнее, он довольно плавно переключает передачи, а в положении педали в пол автомобиль сначала немножко притормаживает, а затем резко дает рывок вперед. Первое впечатление от езды получаешь положительное. На хорошем дорожном покрытии седан ведет себя предсказуемо. Автомобиль четко едет по заданной траектории. Можно отпустить руль, и Солярис не свернет с намеченного курса. Не хватает только усилия на руле. В около нулевой зоне руль кажется пустоватым. Заметное усиление появляется лишь после отклонения его на небольшой угол. Для 1,6 литрового 124-сильного двигателя расход для механической коробки передач находится в пределах 6 литров на 100 километров. Для автоматической 6,5 литров. Такая экономичность, безусловно, похвальна, даже если это приблизительная цифра. Однако для однозначной положительной оценки необходим еще один нюанс. Эксплуатационные характеристики Солярис будут на высоте, если к экономному расходу все-таки добавится недорогое и оперативное сервисное обслуживание. А также возможность покупать запчасти по адекватным ценам. Штатная магнитола с проигрывателем компакт-дисков на центральной консоли может быть заменена разработанными россиянами громадным экраном медиа-центра с навигатором. Кроме того, что он умеет вещать голосами обожаемых радиоканалов в АЛИМ-ФМ диапазоне или же вести вас к нужному месту на карте, его экран может превратиться в дисплей камеры заднего вида или же в Full HD кинотеатр во время стоянки. Но такой мелочи, как обыкновенные часы, сыскать так и не получилось. Ни в медиа-центре, ни на экране бортового компьютера. Уже стандартная комплектация «Соляриса» будет учитывать особенности российских зим. Поэтому в ней будут присутствовать обогрев заднего стекла, емкость с датчиком на 4 литра для омывателя ветрового стекла, упрощающий холодный запуск двигателя, аккумулятор увеличенной емкости, задние и передние лампочки с увеличенным сроком эксплуатации, такие дополнения, как подогрев зоны покоя стеклоочистительных, щеток, боковых зеркал и подушки безопасности, кожаный салон, АБС, СП и прочее предусмотрены в дополнительных функциях. Инженеры «Хёнде» поработали над электронной начинкой машины, добавив различные улучшения, такие как выключение светофар при поднятии рычага стояночного тормоза или же то, что без выжатой педали сцепления повернуть ключ в замке зажигания для запуска стартера не выйдет. На мой взгляд, это содействует повышению уровня безопасности при эксплуатации авто забывчивыми водителями. Ну давайте поговорим сначала о том, какой он Солярис вообще. Можно смело констатировать, что он чаще нравится, чем раздражает. Вживую Солярис приветливее и демократичнее, чем на фото и на видео. Визуально ажурность, в которой воспринимается их новинка, корейцы называют концепцией струящихся линий, по-моему. Скептики прочат избыточной внешности Солярис-Лавры и девальваторы старших моделей. Может и так, хотя, судя по новой Сонаты и по представленному новому Grandeur, по-моему, называется машина, дизайнеры Hyundai наткнулись на золотую жилу, откуда обильно терпают для своих новинок самобытность и премиальность. Бережливым автовладельцем будет, может быть, полезен электронный помощник, который для максимальной экономии топлива подсказывает оптимально соответственную предоставленной скорости передач, отображая ее на дисплее бортового компьютера. Заявленного расхода топлива в 7,6 литра в городском цикле нам достичь не получилось. Но и 9 литров на сотню – довольно удовлетворительный итог. На коду Солярис не разочаровал, но в то же время и не удивил. Казалось бы, в единоборстве с седаном Polo по части езды кореец обречен, ведь Volkswagen могут научить ездить даже бабушкин комод. Однако шасси Солярис оказалось на удивление сбалансированным, а реакции на приятно наполненном обратной связи руле достаточно точными. Серьезные неровности подвеска отрабатывает тихо и аккуратно, не допуская болтанки. В салоне при этом царит практически непроницаемая тишина. Во всяком случае, на низких и средних оборотах не слышно ни двигателя, ни дороги, ни, собственно, самой подвески. Но все же основное нарекание заключается в том, что корейские инженеры сэкономили на выборе задних амортизаторов и пружин. Стоит только набрать скорость выше 100 км в час, и Солярис приходится в прямом смысле этого слова ловить. Даже на хорошем асфальте автомобиль норовит спрыгнуть с траектории, а на волнах и легких неровностях корма седана начинает сильно раскачиваться, заставляя водителя все время делать корректирующее движение рулем и крепко держаться за баранку двумя руками. Несмотря на недостатки, Солярис оставляет приятные ощущения. Корейцы постарались учесть нюансы, связанные со спецификой наших дорог. Увеличенный дорожный просвет, постоянно включенный ближний свет и так далее. В качестве бонуса получаем яркий, необычный дизайн, который раньше не мог похвастаться ни один автомобиль бюджетного сегмента. Надеюсь, что Hyundai проведет работу над ошибками и исправит те недочеты, которые обнаружились во время теста. Вы знаете, понравилось адекватно нарастающее усилие на руле – работа гидроусилителя. Единственное, что показалось не совсем прозрачным, так это торможение. Информацию на педали, как бы тормозы, сложно назвать прямой связью с автомобилем. Педаль отдельно, а торможение происходит как бы через посредника. Словом, ощущение из серии «Мясо с кровью» и для Соляриса. Несмотря на финансовый кризис, одна из самых молодых автомобильных марок Hyundai демонстрирует завидный рост. Сейчас компания занимает 65-ю строчку в списке мировых брендов и 8-ю позицию в рейтинге автомобильных марок. По общемировому объему продаж Hyundai вышел на 6-е место среди автомобильных компаний, а в России на 4-е место по продажам среди иномарок. Однако это только начало. Питерская фабрика «Солнце» призвана помочь Hyundai выбраться в лидеры российского рынка. На мой взгляд, Солярис составит достойную конкуренцию Renault Logan и Volkswagen пола за звание самой народной иномарки России. Необыкновенно яркий для своего класса с точки зрения дизайна и выгодный по цене первый русский кореец расстраивает разве что отсутствием АБС в самой дешевой комплектации. Зато в топовых версиях в арсенале Солярис значится целых 6 подушек безопасности и полный набор средств активной безопасности.